Почему именно Эйс и Супер Крошек подменял Мёрдока в Гориллос? Неужели черви-призраки из клипов Гориллос копируют поведение Фредди Крюгера? Приветствую, бро! С вами Денис Оптимистер, и вслед за первой частью Гориллок и Отсылок я делаю вторую часть. Потому что, почему бы и нет? Только вам сейчас нужно обязательно заходить на тот ролик и посмотреть его. Дело в том, что из-за тупников Ютуба его пришлось перезалить. Сейчас там очень мало просмотров, а мне очень важна ваша заинтересованность. Да, чувствую, если Ютуб так и дальше будет тупить, придется работу искать. Зато я точно знаю, где буду это делать. На Авито Работа. Авито Работа — это самый понятный и эффективный сервис по поиску работы. В отличие от других сайтов, на Авито не нужно утомительно создавать резюме. Заполните всего два поля, и мини-резюме готово. Ну а дальше всё зависит только от ваших навыков. Дерзайте! Создавайте резюме, и работа найдет вас. Ссылки на вакансии, в которых не требуется опыт, я оставлю в описании. И, кстати, не забудьте приходить на Старкон Хэллоуин 3 и 4 ноября. 3 ноября я туда тоже забегу и проведу мастер-класс, лекцию, как хотите называйте, где мы с моей художницей Юлей Воросаби представим вам новый проект, над которым сейчас работаем. И, кстати, приходите в мой паблик и следите за новостями, потому что в ближайшее время мы будем искать нового колориста, который будет помогать нам делать этот проект. Или я его просто на авитоработы найду. Почему бы и нет? Ну, в общем-то, ссылочки все в описании, там же промокод на скидочку на билет на Старкон. Обязательно пользуйтесь им, а я перейду к горилкам и отсылкам. В прошлом ролике я говорил, что статуя демона Пазузу появлялась в клипе на песню Dare. Однако вы мне потом все стали писать, что Пазузу ещё и в клипе на песню Rock It появлялся. Это правда. Причём в этом клипе Пазузу иногда шевелит ртом, подпевая 2D. По сюжету видео, если у этого видео вообще есть сюжет, гориллы сгуляют где-то близ своей родной Конг-студии. Они идут навстречу статуи демона, и к ним в это время тянутся деревья, которые напрашиваются на сравнение с деревьями из зловещих мертвецов. Правда, если бы это было так, для горилл всё очень плохо закончилось. А ещё вокруг в это время летают жуткие головы знаменитостей. И вообще весь этот клип довольно жуткий. Не в последнюю очередь из-за своей сюрреалистичности. Он как будто бы одновременно вдохновлён зловещими зомби-фильмами и тем, что происходит в современном шоу-бизнесе. Дальше я не могу не сказать про своё любимое видео у гориллос в клип стайла. Да, это мой любимый клип до сих пор, хотя, очевидно, есть видео у гориллоса получше. Вот только в этом самом клипе не то, чтобы есть какие-то конкретные отсылки. Однако здесь есть Брюс Уиллис, который хочет остановить Мёрдока и его команду. В то время как они убегают от него на Шевроле Камара. Лично мне нравится, как в эту короткую историю помещается лор группы гориллос. Сразу понятно, что с ними происходит. Вводится несколько новых персонажей, а самое главное, участники группы понимают, что за ними гонится именно Брюс Уиллис. Дело в том, что в какой-то момент, когда Мёрдок поворачивается назад, Туди говорит, глядя на него, и это можно прочесть по его губам. It's Bruce. Да, это Брюс. И чем это не отсылка ко всему творчеству человека, предотвратившему Армагеддон? А ещё, кстати, с треком Стайла произошёл один скандал, который тоже можно считать за отсылку. Певец Эдди Гранд, автор трека Time Warp, наехал на Дэймона Элбона, обвинив его в том, что он украл для Стайла клавишную партию из его композиции. И вот теперь, зная это, я как бы начинаю прислушиваться к двум этим трекам. И да, есть, конечно, небольшое сходство в этих двух композициях, но это всё ещё две разных песни. Благо, конфликт музыкантов ничем ужасным так и не закончился, и вроде как разрешился сам собой. Следующий клип с альбома Plastic Beach on Melancholy Hill был, по сути, продолжением клипа Стайла, а заодно и продолжением сюжетки из клипа на трек Эль Маньяна. И в нём, пожалуй, десяток отсылок. Как заметных, так и не очень. Как известно, после клипа Эль Маньяна, Нудл уничтожили на её летающем островке, отсылке к небесному замку Лапута. В Стайла герои группы Гориллос путешествовали уже без Нудл, а та механическая азиатка на заднем сидении — это Робо Нудл, созданная Мёрдоком, который скучал по оригинальной Нудл. Робо Нудл — это отличный боец и незаменимый телохранитель. Но всё ещё не Нудл настоящий. И да, кстати, если вы запутались в происходящем, вы можете прямо сейчас посмотреть мой ролик про вымышленную историю группы Гориллос. Много для себя проясните. И вот в клипе на меланхоличные холмы настоящая Нудл возвращается. Причём возвращается со спецэффектами. По ходу клипа Нудл снова спасается от нападения. В этот раз от нападения воздушных пиратов, которые уничтожают корабль, на котором она плыла. Девушка спасается на шлюпке, и пока она дрейфует на воде, мы наблюдаем мириады музыкальных звёзд под водой. Во-первых, выясняется, что после прошлого видео Мёрдок и его команда сменили транспорт на подлодку. В смысле, их машина просто превратилась в подлодку. И как-то вот это вот подводное шествие мне немножко напоминает то, что происходило в фильме про жёлтую подводную лодку Битлз. Это вроде как тоже смахивает на отсылку, но весьма с натяжкой. Вот если бы это их акула была жёлтая, то вообще вопрос не стоял. Однако, однако, это всё ещё отсылка с натяжкой. Но стопроцентные отсылки здесь есть к музыкантам, которые коллаборировали с Гориллос. На подлодках разных размеров и форм также плывут Снуп Дог, музыканты из Делла Соул, Мик Джонс, Пол Симонон, а также многие другие мультяшные воплощения музыкантов. А да, здесь ещё есть сцена, где Мик Джонс ест шпинат и становится сильнее. Это тоже отсылка к мультфильму про моряка Папайя. Ну а гигантский Рассел, который по легенде как бы проплыл через грязные воды и стал таким большим, это отсылка к путешествиям Гулливера, который, помнится, мне признавались сами создатели. А ещё существует один неоконченный клип на трек Райнстон Айс. Этот клип официально существует только в виде раскадровки, неофициально в виде фэн-мульта. Однако, кто знает, сколько в итоге отсылок засунули бы в этот клип создатели. По сути, Райнстон Айс – это прямое сюжетное продолжение о Меланхоле Хилл. Так что здесь также присутствуют камео разных звёзд, гигантский Рассел, воздушные пираты и всё, что было в предыдущем видео. Только мне кажется, что если бы этот клип официально вышел, это было бы похоже на Властелин колец по своей эпичности. Так что жаль, что на это видео у создателей в своё время просто не хватило денег. После такой неудачи в творчестве горилок был клип на трек Do You Think. И этот трек, ну, он довольно весёлый, очень длинный и в клипе на него. Я особо не нашёл отсылок, кроме отсылок к другим клипам Гориллос. Например, в одной из сцен по телеку идёт клип Dare. В другой можно увидеть ту самую Шевроле Камара, правда, побитую жизнью. В третьей появляется вчерашний злодей вселенной горилок Бугимэн, который с ними больше почему-то не враждует. А ещё в одной из сцен Мёрдок слушает трек 4 из 5, я не знаю, как это будет по-английски. Клип на этот трек всё во время так же не вышел. Суть по тому, что он обещал быть очень пошлым. Ну, серьёзно, он начинался с маструбирующей девушки, которая была прикрыта логотипом Гориллос. А дальше в клипе было очень много голого Мёрдока и полуобнажённых девушек в масках, похожих на маски Джейсона Буркиса. Ну, это по сути просто хоккейные маски, но почему бы не засчитать это за отсылку? Вам чё, жалко что ли? Я вот люблю отсылочку. И, кстати, ставьте лайк, если хотите, чтобы я рассказал о невышедших клипах, видосах и прочем творчестве группы Гориллос, которая так и не появилась. Так что давайте, за 15 тысяч лайков я так и быть, покопаясь в глубинах интернета. Ну, а затем было не моё любимое, но, похоже, объективно самое лучшее, видео у группы Гориллос. И это, похоже, самое кропотливое и сюрреалистичное видео этого коллектива. И не только потому, что здесь идёт совмещение 2D и 3D анимаций. Такое у Гориллок уже мы видели. Дело в том, что этот клип можно посмотреть на 360 градусов. Можно спокойно прокрутить, несколько раз поглядеть его, рассмотреть все мелочи, особенно присмотреться к некоторым отсылочкам. Вообще, изначально сюжетка клипа со старым домом напоминает любой классический фильм про дом с монстрами или привидениями. Но лично у меня первая ассоциация идёт с группой Backstreet Boys и их клипом на трек Everybody. Хех. Ну а дальше, сцена с опускающимся под воду Мёрдоком вполне может быть отсылкой к сцене с ванной в кошмаре на улице Вяза, когда главные героини тоже проваливаются в сон и из-под воды лезет рука Фредди. Здесь Мёрдок просто проваливается в сон и дальше путешествует по своим кошмарным сновидениям. Кстати, сцена, где гигантский призрак червь утаскивает Нудл тоже похожа на отсылку именно к кошмару на улице Вязов. А конкретно к сцене, где червеподобный Фредди жрёт невинную жертву. И тот же Фредди, опять же, как Террас, закармливал другую свою жертву до смерти. И вот как раз таки в этом клипе, опять же, один из призраков пытается перекормить 2D. Не многовато ли случайных отсылок к кошмару на улице Вязов? А дальше сияющий коридор, сквозь который прилетает голый Мёрдок верхом на доме. Этот коридор очень похож на коридор с Космической Одиссеи 2001. А к самому финалу есть кадр с сиянием из окон дома. Но это точно отсылка к фильму Полтергейст. Хотя это кино не единственное, в котором использовался подобный эффект. Ещё одним охренительным клипом, про который, признаться, я только что узнал, когда готовил это видео, является клип на трек Гарридж Пэлэйс. Это коллаборация Гориллос и певица Литл Симс. Это огромная, красивая, размашистая отсылка к старым играм на игровых автоматов или просто на консоли. Это очень крутой клип на крутой трек, который большинство из вас наверняка просто пропустило. Ну а весной 2018 года вышел клип на трек Хюмилити, которым мало того, что у 2D были не чёрные, а белые глаза, так ещё тут мелькал Брутал Ледженд актёрище Джек Блэк. Снова появлялся Пазузу, а ещё в этом клипе впервые, вместо Мёрдока, которого выпекли на время в тюрьму, появлялся Эйс, злодей из мультсериала Суперкрошки. Но потому как я не фанат Суперкрошек, зачитаю вам то, что написано по этому поводу в фанатских источниках. Дело в том, что теории, что Гориллос и Суперкрошки находятся в одной вселенной, хотели уже давно. В полуметражном фильме по Суперкрошкам в одной из газет была напечатана реклама Гориллос Лайф. Во времена первой фазы Гориллос у 2D была футболка с Моджо Джоджо, главным антагонистом Суперкрошек. Ну и такая замена Мёрдока на Эйса объясняется тем, что вообще-то они имеют одинаковый цвет кожи, а также оба являются лидерами своих групп. Стало быть, эта замена просто минимальная. Однако на данный момент Мёрдок снова вернулся в группу, так что ждём в новых клипах уже с его участием. Но лично я очень надеюсь, что сюжетка с Эйсом пока что не закончилась, и он будет появляться ещё в дальнейших видео. А возможно вернётся в Суперкрошки и расскажет, как им игралось Гориллос. Блин, придётся теперь из-за этого Суперкрошек смотреть. Ну а на этом не всё, потому что история группы Гориллос продолжается в их клипах и творится прямо сейчас. Да, я знаю, что ещё был клип Транс недавно, но там кроме того, что Нудл сменила цвет волос на рыжий, ничего особенного не произошло. Так что ждём новых видосиков, тем более Мёрдок вернулся, и мне вот действительно интересно, как они теперь будут с Эйсом взаимодействовать или снова просто заменят друг друга. Интересно. Ждём новостей от любимой виртуальной группы, и подписываемся на этот канал, ставим лайки этому ролику, и подписываемся на мой патрон, на мой инстаграм, на мой паблик ВКонтакте, где я очень часто рассказываю про свои новые проекты. Обязательно не забывайте активничать во всех моих соцсетях, и это поощряется, потому что регулярно я провожу разные конкурсы, особенно в паблике, в инстаграме хочу конкурс провести. А также пишите, на какие вопросы я могу ответить в будущих роликах. Мне действительно интересно, что вы хотите, кроме, кроме обзора на черепашки-ниндзя 30-летнего года. Его я делать не буду. Это позиция. Всё, всех люблю, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!